Тогда дополню Дмитрия Евгеньевича. Совместно с Минэнерго прорабатывались технические задания, полученные от предприятия необходимым оборудованием. Это свыше 19 тысяч позиций, включая комплектующие. Было получено 78 технических заданий на основе этой проработки. Большая часть из этих тех заданий осуществляется производство данного оборудования в России. Часть, конечно, не производится. Над этим мы работаем. В открытых работах отсутствуют тяжелые бульдозера, тяжелые грейдеры, гидравлические экскаваторы с ковшом больше 4 кубов. Но совместно с Уралмашем мы поддержали проект по разработке гидравлического экскаватора с объемом ковша 6,5 кубов. Поддержали проект Четры на разработку тяжелого бульдозера свыше 70 тонн. И поддержали завод бурового оборудования на производство буровых установок для геологоразведки и дегазации пластов. Также сейчас поддерживаем предприятие Гипроуглемаш. На базе объединенных машиностроительных технологий в Кемерово они будут производить гидравлические крепи. В связи с этим был проведен научно-технический совет совместно с Росгеологией на базе Минпромторга по импортозамещению в геологоразведке. После этого научно-технического совета был подписан РАД меморандумов. Также с производителями. Росгеология является в настоящий момент основным заказчиком по буровому оборудованию. Также планируем в этом году провести научно-технический совет по импортозамещению горно-шахтного оборудования. Также для взаимодействия с машиностроителями, производителями и выстраивания дальнейшей коммуникации в потребности. Есть сейчас потребность в подземной технике для добычи. Это буровые установки в России, один единственный производитель. Погрузодоставочная техника, самосвалы, тоже вспомогательная техника. То есть в перспективе мы над этим будем работать, изучать рынок и выявлять потребности. На этом все. Спасибо, коллеги.